Новый законопроект позволит получить гражданам Израиля бесплатные услуги переводчика на иностранные языки во всех госучреждениях страны. Об инициативе расскажет его автор Элина Бордачьялова, депутат Кнессета от партии «Наш Дом. Израиль». Зеленый стандарт в торговых центрах, скандал в Минпросе, а также визит Беннета в Объединенные Арабские Эмираты. Итоги недели подведем с политологом Ариком Эльманом. Новый отчет общественной комиссии по изменению подхода к сексуальным травмам, нанесенным в детстве, демонстрирует целый ряд провалов на социальном и государственном уровне. Нашими гостями будут председатель комиссии, профессор Тель-Авивского университета Кармит Кац, а также Вики Сливко, пережившая сексуальное насилие в детстве. Все это в нашей программе прямо сейчас. Одна из главных, давних проблем, с которой сталкиваются репатрианты в Израиле, это отсутствие регулируемой законодательной системы предоставления услуг перевода на понятный для новопривывавших язык в государственных учреждениях. В свете нового законопроекта эта ситуация может измениться уже в скором времени. И с нами в студии Элина Бордачьялова, депутат Кнессета от партии НДИ. Здравствуйте. Здравствуйте, Нова. Нова там, чтобы понять, что это уже сложно. Да просто заполнить формулу самому банальному. Когда все это происходит на иврите, а уровень иврита не очень высокий, это становится вдвойне сложно. Поэтому, когда мы обсуждали среди моих знакомых, коллег эту проблематику, еще давно, несколько лет назад, мы разговаривали с моим приятелем, который рассказывал о том, что ему пришлось идти в какое-то госучреждение, чтобы помочь своим родителям, которые, несмотря на то, что уже много лет в Израиле, все еще недостаточно хорошо разбираются, как говорится, во всех перепятиях языка. И он жаловался, что ему пришлось отопроситься с работы на целый день, потому что это было с утра, соответственно, очередь и так далее и тому подобное. И вот тогда я подумала, а почему, собственно говоря, государство не предоставляет подобные услуги? Либо в самом госучреждении, чтобы сидел человек, который... А как это происходит на данный момент? Сегодня можно эти услуги просто купить за деньги? На данный момент, если очень надо, то люди идут к профессиональному переводчику, говорят, мне нужно пойти туда-то, туда-то, на такое-то количество часов. Им выставляют некий тариф и, собственно говоря, с этим переводчиком они туда идут. Самая большая проблема... То есть переводчик их сопровождает физически для... Ну, зачастую, да. Самая большая проблема где? В Битуах-Люми на комиссиях. В случае, если вы не прошли комиссию, соответственно, вы не получили те деньги или те услуги, которые вам полагаются. И именно туда обычно люди этих переводчиков и приглашают. Потому что во всех остальных случаях, как говорится, это очень-очень затратно. То есть Институт национального страхования... Позволяет привезти переводчика. Этому переводчику Институт страхования на данный момент оплачивает поездку. Все. А, естественно, сами услуги этого переводчика, они не оплачиваются. Поэтому... Касается ли это и других министерств, таких как Министерство внутреннее... По большому счету, во всех остальных случаях, в том числе и в Битуах-Люми, кроме комиссий, существуют так называемые волонтеры. Моя знакомая рассказывала о том, что в неком учреждении Битуах-Люми, куда ей нужно было попасть, ей сказали, что да, есть волонтер, но не в этот день и в определенные часы, которые абсолютно не подходили. Поэтому это, естественно, не было для нее релевантно. Поэтому, когда мы это обсуждали, я сказала, давайте попробуем другую концепцию. А именно, что государство будет оплачивать так называемый банк переводчиков. Каким образом это будет сделано, это будет решено уже технически министром. Но по большому счету, то, как я это вижу, что есть некий банк переводчиков, который находится в каждом регионе. Например, там, южный регион, центральный регион и так далее. О каких языках идет речь? Идет речь об английском, французском, амхарском и, естественно, русском. Во всех этих регионах будет сидеть так называемый банк, который будет давать услуги. Либо телефонные, либо письменные, либо можно будет прийти, заранее договориться и прийти, или же заранее договориться и привести этого переводчика на те самые комиссии, которые абсолютно необходимы. И это действительно будет большой и существенной реформой. Очевидно, следующая реформа должна коснуться разъяснительных кампаний. В том числе мы видели во время коронавируса Минздрава, которых очень сильно не хватало в начале эпидемии. Как раз мы вчера буквально разговаривали на комиссии по Минздраву. Мы как раз разговаривали о том, что введут все кассы разъяснительные кампании о различных своих услугах. И в частности, естественно, и о коронавирусе. Я как раз вчера подумала о том, что по большому счету о коронавирусе на русском языке говорят очень и очень недостаточно. Ну, это, к сожалению, вывод, о котором мы уже говорили буквально год назад, и до сих пор все-таки недостаточно. И еще один законопроект, тоже не менее важный, об изучении наследия евреев постсоветского пространства в школах. Что он должен включать? То есть в Минпросе должны существенно изменить программу для этого, я так понимаю. По большому счету мы говорим о том, что программа существует. То есть она была раньше, ее просто отменили. Сначала сделали волонтарной, потом ее отменили, и на этом этапе там не происходит ничего. Я когда об этом говорила еще несколько лет назад с Минпросом, они мне говорили, что есть какой-то кусок волонтарный для директора в школу, если вы хотите, то можете взять и преподавать вот это вот то, что есть. Это неправильно, потому что это, во-первых, насколько я понимаю, уже сейчас вообще не то, потому что я консультировалась с учителями истории, и они говорят, что ничего об истории советского еврейства сейчас вообще не преподается, ни волонтарно, никак. Методичек, насколько я понимаю, тоже уже не существует, хотя они раньше и были. То, о чем говорю я, нужно создать новую методичку. Министр решит, каким образом и какое количество часов он готов этому посвятить, но это необходимо, чтобы находилось в программе, потому что зачастую мы сталкиваемся с совершенно полным невежеством о том, что связано с выходцами из бывшего Советского Союза, с советскими евреями, кто это такие, почему они не совсем такие, как выходцы из других стран. Буквально на одной из комиссий я столкнулась с депутатом Кнесто, Кинли Турпас, который мне сказал, я даже вообще не представлял себе, что у вас такие проблемы, а мы, собственно говоря, сидим в одном и том же Кнессете. Министр Шаша Биттен, она уделяет внимание этому вопросу? Насколько она действительно открыто говорит об этом? В первую очередь я хочу провести это через Министерскую комиссию по законодательству, после чего, естественно, в первом чтении, а дальше будет уже обсуждение и с Минпросом, как обычно в комиссиях идет, и с Минпросом, и с министром, и со всеми остальными. Я не вижу никаких препятствий для подобных изменений, тем более, что они уже были. Это не то, что этого никогда не было, и вот опять. Это действительно было, и можно... Ну, видимо, в тот раз не сработало, может быть, в этот раз сработает лучше. Это тоже еще один процесс, за которым мы будем наблюдать, как он выполняется и как это происходит в реальности. Вопрос касательно еще одной инициативы, связанной с социальными сетями. Все мы знаем, что там происходит. Происходит там очень много, помимо фейк-ньюс, там еще и происходит огромное количество агрессивных нападок, выпадов травли, и далеко не все с этим справляются эффективно и выходят без повреждений, скажем так, душевных в том числе. Как вы планируете бороться с этим явлением? Я подала законопроект на прошлой неделе. Я хочу сказать, что под него подписались. Сейчас много говорят о том, что коалиция и оппозиция совершенно не контактируют. Так вот, в данном конкретном случае это не так. Под ним подписаны члены и оппозиции, другие члены оппозиции, которые не подписаны. Они тоже, очевидно, от этого страдают? Я не знаю ни одного человека, который сегодня не становился бы жертвой интернет-травли. Причем неважно за что. Абсолютно верно, потому что есть вещи, которые ты не можешь, как говорится, воспрепятствовать. Есть слова-будо-словы, никто ее не ограничивает. Но есть вещи, как вы правильно сказали, это различные угрозы, в том числе угрозы жизни. Данные, ваши личные данные, которые публикуются в соцсетях. Есть домогательство. И третий пункт, это все, что связано с сексуальными домогательствами. По всем этим трем пунктам в этом законе требуется от социальных сетей, чтобы они сделали здесь некую систему, в которой будет, я бы сказала, отдел услуг, который будет предоставлять услуги на иврите. Можно будет позвонить туда или написать туда. И в течение часа они будут обязаны вам ответить по поводу того поста, о котором вы говорите. То есть это предложение к социальным сетям? Нет, это требование от социальных сетей, чтобы подобные услуги там были, потому что сейчас их нет. Есть так называемые услуги, которые находятся в Америке, которые находятся в Дублине. Глобальные. Достаточно получить от них ответ очень сложный. И это сложно. И там нет людей, которые разговаривают на иврите. Начинается перевод. Перевод зачастую, как говорится, теряется посредине. Смысл теряется по ходу. И возникают, кстати, смешные ситуации, что людей блокируют за использование каких-то самых простых слов. Абсолютно верно. Поэтому требуется, чтобы сидели здесь, чтобы в том числе знали иврит. И в случае, если вы подаете жалобу, жалобы рассматриваются в течение часа. И в течение двух дополнительных часов этот пост обязан быть снятым. Ну что, мы готовы подписаться под всеми этими требованиями? Плюс в некоторых случаях вы сможете попросить данные того человека, если он прячется под каким-то фейковым... И в этом случае можно будет подать на него уже жалобу в полицию. И тогда этим делом будут заниматься органы правопорядка. Спасибо большое, Элина Радачалова. Будем следить за развитием событий. Спасибо. Координатор по борьбе с коронавирусом в Министерстве просвещения подал в отставку после того, как министр просвещения Ифат Шашабитен уволила с поста генерального директора Минпроса. Мистер финансовый Виктор Леберман на этой неделе назвал собственное предложение гидам менять профессию неудачным, но данные неизменными. А в торговые центры теперь будут пускать только в соответствии с зеленым стандартом. Итоги недели подводим с политологом Ариком Эльманом. Здравствуйте. Добрый день. Непопулярное решение правительства Беннета. Непопулярное, но даже, вот если судить по социальным сетям, даже в числе тех, кто привился. И, например, Эли Авидар тоже заявляет о том, что он считает это переходом всех красных границ. Послужит ли это какой-то такой точкой нестабильности для коалиции? Ну, это зависит от того, насколько тот же самый Эли Авидар, который до того, как он стал министром в этом правительстве, сделал себе имя на двух вещах борьбы против Натаньягу и борьбы против ограничений, связанных с коронавирусом, включая три обязанности прививки и так далее. Если, скажем, он возвращается в КНЕС, начает голосовать против тех или иных действий правительства, тогда теоретически это может дестабилизировать коалиции. Но пока это только разговоры. Понятно, что цель этих последних ограничений, она понятна. Вынудить как можно больше израильтян, наконец, сделать прививки. Но за границу уже не работает. Большинство израильтян, как показывают опросы, очевидно, прививались из-за того, что они хотят слетать за границу. Это я, разумеется, говорю с иронией. Но за границу тоже собираются закрыть немножко. И таким образом пытаются людей просто заставить прийти на прививочный фонкт. Действия, да. Действия правительства вызывают нарекания. В первую очередь потому, что непонятно, стоит ли распространение нового штамма омикрон такой паники, которая, так сказать, охватила тех, кто принимает решения. Потому что когда начаются утечки информации из заседания Кабинета по коронавирусу, это уже признак того, что что-то не так. Да, и когда мы слышим о том, что уже не в первый раз начинаются серьезные дебаты между министром здравоохранения Александром Моровицем и премьер-министром Афтали Беннетом, потому что последний хочет закрыть, обвить красными, может, больше с зарубежных стран, а Орлиц ему решительно возражает, ну, понятно, что есть здесь определенные разногласия, да. И главная проблема это в том, так сказать, отвязать, да, два понятия. Распространение заражения и потенциал увеличения числа тяжелобольных. Потому что все, надо напомнить, что все ограничительные меры, которые принимались с момента начала пандемии зимой-весной 2020 года, были связаны со стремлением ограничить число тяжелобольных в израильских больницах, предотвратить переполнение системы здравоохранения пациентами с тяжелой формой коронавируса, конечно же, тем, кто будет нуждаться в искусственном дыхании и так далее. Если, как до сих пор большинство данных показывают, новый штамм, несмотря на то, что он заражает активнее, тем не менее является более слабым, чем предыдущим, может быть, вся эта, так сказать, паника и стремление вводить новые ограничения неоправдана. И именно это, на мой взгляд, вызывает напряженность и в правительстве, и в общественности. Эксперты тоже по этому поводу спорят, эксперты-медики по этому поводу спорят. Но есть еще одна тема, которая подливает масло в огонь, а именно вакцинация детей, которая не является примером крайне такой удачной кампании, да, разъяснительной кампании о необходимости вакцинации. И история с Минпросом, в котором увольняют вначале гендиректора, а затем увольняются и другие высокопоставленные чиновники. Возможно, эта волна еще и продолжится. Что происходит? Ну, начнем с Минпроса. Ни для кого не секрет, что у нынешнего министра подсвещения Фарша Шабитов есть свои взгляды на проблему коронавируса, да. И эти взгляды были широко известны, когда в предыдущем правительстве, в предыдущей коалиции она занимала пост председателя комиссии по коронавирусу, и ее позиция вызвала тогда жесткие нарекания со стороны тогдашнего министра. Мне сейчас она говорит, что с ней сводят политические счеты. Министры и министры, тогда те, кто, после того, как ее включили в список партии «Новая надежда», лидеры этой партии, тоже говорили, что ее преследуют по политическим соображениям. Ее позиция известна, и понятно, что она не сходится сейчас с позицией премьер-министра, и поэтому она вызывает нарекания. Вопрос состоит в том, насколько ее позиция соответствует объективным условиям, в которых мы сегодня находимся. Действительно ли вакцинация детей необходима для защиты их здоровья, или же это мера, которую настаивает правительство потому, что оно рассчитывает таким образом и резко сократит число случаев изоляции детей в школах. Но, об этом говорят не только правительство, об этом говорят и медики. Они говорят о том, что дети распространяют, последняя волна была детская волна, они распространяют заболевания. Даже если они не болеют тяжело, они способны заразить тех, кто заболеет тяжело. И поэтому те, кто критикует это решение, говорят, что если дети привитых родителей распространяют заболевания, это не значит автоматически, что эта заболеваемость создаст немедленно кризис в системе здравоохранения. При этом понятно, что стремление привить как можно больше детей связано с желанием предотвратить необходимость изоляции карантина в начальных классах, которая в свою очередь придет к необходимости изолировать родителей этих детей, которые не смогут работать, и к которым потребуется компенсация. Этого сценария правительство, нынешнее правительство, старается избежать во всех отраслях с того момента, как оно пришло к власти. И понятно, именно под эта мотивация, она вызывает сомнения и нарекания. И мы видели, что с началом кампании проводились вопросы среди израильского медперсонала. Результаты готовности вакцинировать своих детей среди медиков, среди врачей и медсестер были далеко не такими воодушевляющими, как им стремилось правительство. Поэтому мы видим такие же результаты и среди населения в целом. Насколько это станет тем подводным камнем, который сильно расшатает коалиционную лодку, мы увидим буквально в ближайшие недели. А пока спасибо большое политологу Арику Эрману за то, что он был с нами. Спасибо вам. На этой неделе президенту Израиля Ицхаку Герцогу был представлен новый отчет общественной комиссии по изменению подхода к сексуальным травмам, нанесенным в детстве. Этот отчет отражает тяжелую реальность, в которой существуют пострадавшие по сей день, причем в числе рекомендаций создания управления по защите детей в Израиле, которая предоставит всю необходимую помощь, пострадавшим от сексуального насилия в детском возрасте. Снамин, на связи с председателем комиссии, профессор Телевиска, университет Акармит Кац. Шелом, Рав. Шелом, Рав. אני аיינתי בדוח הזה, בדוח הוועדה, והוא מאוד 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 קשה. הוא בעצם מתאר מציאות שנפגעים ונפגעות הרבה פעמים לא מקבלים את המעטפת ואת הסיוע שהם צריכים לקבל. מה המסקנות העיקריות של הדוח הזה, והאם הוא מתייחס רק לעבר, או שבעצם גם היום אותם בעיות מחכות בדרך למי שרוצה להתלונן, או מרגיש שהוא חייב לעשות את זה? כן, אנחנו בעצם בשנה האחרונה אספנו למעלה מ-500 עדויות מנפגעים ונפגעות במדינת ישראל. מרביתם צעירים, כלומר בגילי 18 עד 27, שזה אומר שכל העדויות שלהן הן רלוונטיות, מצערנו גם למערכות היום. והתובנה המרכזית שקיבלנו מתוך העדויות שלהן, הייתה שלמרות שמדינת ישראל חתמה על העמנה לזכויות הילד בשנת 1989, העדויות מספרות לנו על הפרה בוטה של זכויות של ילדים במדינת ישראל. וההפרה הזאת היא של שלוש זכויות יסוד. אחת, הזכות להתפתחות. מדינת ישראל התחייבה שהיא תאפשר לכל הילדים במדינה להתפתח, התפתחות תקינה. אבל נותני העדות מספרים לנו, ואני אגיד לך ציטוט, חייתי, אבל לא ראיתי. יש להם מוות בפנים בעקבות הפגיעה, וההתעלמות, וההדרה של המערכות, רק מייצרת החמרה של החוויה הזאת שלהן. זכות נוספת שנפגעת היא הזכות להגנה. כלומר, מדינת ישראל מתחייבת להגן על ילדים נפגעי התעללות, אבל הם אומרים לנו, ציטוט מתוך עדות, צעקתי כמו שילדים צועקים, אבל אף אחד לא ראה. כלומר, הם ניסו לספר לאורך השנים על מה שהם עוברים, אבל התעלמו מהם ולא סייעו להם. כשאנחנו אומרים התעלמו מהם ולא סייעו להם, מי בעצם הגורמים שהיו אמורים לטפל בבעיות הללו, ולתת את הסיוע והמעטפת, וכחול אני אראה כשלו בזה? זהו, זאת שאלה את השאלות בעיניי מה שאת אומרת, כי הרבה פעמים כשאנחנו חושבים על ילדים נפגעי התעללות, אוטומטית עולה לנו בראש עובדות סוציאליות משרד הרווחה. אבל לא הן אלה שפוגשות ילדים על בסיס יום-יומי. מערכת החינוך פוגשת אותם. בדיוק. ובעצם שתי המערכות הקרדינליות להגנה על ילדים, זה חינוך ובריאות. ושם צריכה להתחולל המרפכה. כשאנחנו מדברות על הנתונים, אני רואה שבסופו של דבר נניח אם זה היו 500 עדויות, כי רבע זה אנשים שמתקשים גם היום לתפקד ולפעול כמו שצריך, ברגיל. כלומר, יש להם קשיים בהתמודדות עם העבודה היום-יומית. הרבה דברים שמשפיעים על התפקוד שלהם. האם גם אחרי זה, כשמכירים בהם כנפגעי התעללות מינית בילדות, הם מקבלים איזשהו סיוע? זו דרמה מאוד מאוד גדולה. כי מצד אחד, יש תהליך בביטוח לאומי, שלהכרה שלהם כנפגעי התעללות. אבל הם מספרים לנו על תהליך פוגעני, סטיגמטי, משפיל. הם צריכים להוכיח דברים, הם צריכים להוכיח שהם עברו פגיעה, הם צריכים להוכיח שהם לא מתפקדים מדי, אבל לא מתפקדים פחות מדי, והם נשאלים שאלות כל כך קשות, שהם סיפרו לנו שלפעמים הם עדיפים לגבוה מרעב, לחיות ברחוב, לצאת לזנות, רק לא להיות חלק מהתהליך הפוגעני שהם חווים בביטוח לאומי. ואחת המסקנות המרכזיות שלכם בעצם זה הקמת רשות, רשות להגנת הילד שתכלול בעצם את כל אותה מעטפת שאנחנו מנסים לדבר עליה, אבל ככל הנראה היא מפוזרת כל כך, שהסיוע לא מגיע למי שצריך לקבל אותו. בדיוק, כי היום מה שמאפיין את ההגנה לילדים במדינת ישראל זה מחלת הוואקום. מה זה מחלת הוואקום? כל אחד פועל בנפרד, המערכות לא מתקשרות ביניהם, לא מסנחרנות ביניהם, כל אחת שומרת לעצמה את ההתערבויות שלה, וככה הילד הנפגע נותר לבד באמצע, בלי שום התייחסות מתכללת. ואנחנו רוצים שתוקם רשות לאומית להגנה לילדים במדינת ישראל, שתפקידה הוא לתכלל את כל המערכות, ושמדינת ישראל תיקח אחריות על הגנה לילדים, אם היא חתמה על האמנה לזכויות הילד בשנת 1989, והתחייבה בפני הזירה הבינלאומית, שהיא מדינה מתקדמת שתוכיח את זה. כלומר, יש פה קריאה מאוד ברורה לפעולה, ופעולה מקיפה מכל הכיוונים. אני רוצה דווקא לשאול שאלה מאוד קצרה על מערכת החינוך. האם את חושבת שבכל זאת, לאורך השיפות הרבות שאנחנו רואים גם בתקשורת, ואולי הגברת המודעות, אולי היום המצב טיפה יותר טוב, לפחות הילדים לא יחששו לספר על זה אולי? לצערי הרב מאוד הנתונים שלנו, גם של הוועדה וגם של מחקרים מקבילים שאנחנו עושים מראים לנו, שעל כל ילד שמגיע למערכת, ארבעה ילדים בוחויים להמשיך לסבול ולשתוק, בגלל הסבל של החשיפה, בגלל חוסר האמון שהם מקבלים, בגלל היעדר הסיוע, ואני חושבת שמערכת החינוך מנסה לעשות, כל מורה עושה את מיטב יכולתה, וכל מחנכת עושה כל מה שהיא יכולה, אבל הן צריכות סיוע, והן צריכות מעטפת, והן צריכות הכשרות, והן צריכות ליווי משמעותי מאוד, כדי באמת להגן על ילדים. אני מקווה שבאמת הדוח הזה, הדוח מאוד חמור שיתפרסם, ואני באמת מקווה שיהיו השלכות חיוביות על כל התחום הזה, כי ילדים צריכים להפסיק לפחד, לפחד מהחשיפה, ומזה שהם צריכים קודם כל להוכיח שהם לא אשמים. פרופסור קרמית קאץ, תודה רבה לך, מנהלת והוועדה, אוניברסיטת תל אביב. תודה. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. со своими травмами, с флешбеками. Ночью я плохо сплю. Что произошло? Что вы пережили в детстве? Я понимаю, что вам, наверное, очень тяжело об этом говорить. Да, но это важно, говорить об этом, чтобы все знали, чтобы все слышали. Это тоже процесс от моего лечения. До пяти лет у бабушки был парень, он был, ну, типа, как дедушка мой. И до пяти лет он ко мне домогался. Я не знаю, если я могу там подробности говорить, но... Но даже без подробностей можно понять, что вы пережили очень-очень тяжелую травму. У ребенка в таком возрасте нет абсолютно никаких средств анализировать происходящее. Как вам удалось об этом рассказать? Я был больным, потому что мне было больно, это было приятно. И он тоже говорил, то, что мы делаем, это взрослые вещи. И поэтому надо это в секрете сторожить. Потому что, если я расскажу, то мама будет ругаться, бабушка будет ругаться. И то, что мы делаем, это очень важно. Только взрослые делают. Как вы набрались смелости при всем этом рассказать о том, что вы переживаете? Я там примерно в 20-21 лет полгода, что я упала на наркотики. Я употребляла сильные тяжелые наркотики. И в один вечер... Я всегда это помнила. Всегда, когда я читала тоже или в Хадошоте видела, что есть насилие детей, это всегда было для меня как такой триггер. И всегда я... Чувствовала, что это ко мне тоже... Но до 20 лет вы об этом не говорили. Не, я боялась. Я тоже думала, что у меня проблемы с головой, что с хизофрена какая-то, что никто мне не будет верить. Но потом, первый раз, когда я поняла, что если я такие вещи помню, и у меня есть страх от секса, то, значит, то это было. Я не буду просто так помнить такие вещи, как дедушка ко мне домогался. Вики, как вот эта травма, полученная в детстве, повлияла на вашу жизнь? Вы испытываете сложности, например, в работе? Да, я... Мне с людьми очень тяжело работать. Я тоже с 14 лет вышла работать официанткой и как-то почти 10 лет работала официанткой, потом старалась быть менеджером, потом в аэропорту работала. Я везде работала, в Никайоне работала. И мне тяжело с людьми. Они злые какие-то чуть-чуть. И у меня очень... Я очень чувствительный человек. И когда чуть-чуть поднимают на меня тон или голос, я сразу начинаю плакать. То есть это, безусловно, оказало влияние и на вашу способность выбирать профессии и на многие другие, очевидно, выборы в жизни. У нас не так много времени, точнее, совсем мало, к сожалению. Вы думаете, что публикация этого отчета, она будет иметь реальные последствия? То есть вот создание, например, такого управления, оно сможет помочь детям, которые... Выросшим детям, пострадавшим в детстве от сексуального насилия? Да, я думаю, что сможет помочь. Если тоже садики и школы возьмут ответственность учить детей, что нельзя вас трогать, и что если вас трогают кто-то, где нельзя трогать, то вы обязаны прийти и сказать. И бывает, я в детстве тоже рисовала половые мужские половые органы. Ну, я это в секрете рисовала, но все равно... Вы не чувствовали доверия к системе для того, чтобы пойти и рассказать, чтобы вас защитили от того, что вы пережили. И это, безусловно, вот именно то место, над которым нужно работать, чтобы дети не боялись рассказывать о том, что они переживают, и чтобы подобные истории не повторялись. Вики, спасибо большое, и всего вам доброго. До свидания. На этом наша программа подошла к концу. За последними событиями следите на страницах канала КНЕСЭТ в социальных сетях. Мы с вами встретимся ровно через неделю. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин